Даугапилское самоправление в последние годы уделяет особое внимание приведению в порядок и развитию индустриальных зон, чтобы создать условия, благоприятные для предпринимательской деятельности и появления новых рабочих мест. Проделанная работа приносит свои результаты. Все больше предпринимателей интересуются возможностями создания в нашем городе новых производств и расширения имеющихся. Еще один важный аспект – приведение в порядок промышленных зон значительно улучшает визуальный облик города. Там, где совсем недавно были разбитые дороги и колдобины, укладываются новые асфальты, пешеходные дорожки, а на месте заброшенных зданий и пустырей появляются современные ангары и цеха. В этом году положительные перемены продолжаются в северной промзоне. В рамках третьей очереди проекта по развитию публичной инфраструктуры сюда будет вложено почти 800 тысяч евро. Основную часть финансирует Европейский фонд регионального развития, предусмотрено и госфинансирование. На очередном участке самой крупной промзоны города будут построены дороги, переоборудованы сети электроснабжения и ливневая канализация, установлено уличное освещение, а также проведены другие работы, что в итоге позволит создать новые рабочие места и привлечь частные инвестиции в размере более 165 тысяч евро. 2 февраля состоялось выездное заседание руководства Думы, Департамента развития и Департамента управления имуществом, во время которого обсуждался ряд вопросов, связанных с реализацией проекта. Мы видим уже очень хорошо отремонтированные здания, мы видим, что здесь развивается производство, но и также есть еще и территории, которые нужно еще и развивать. И самоуправление для того, чтобы поддержать наших предпринимателей, пишет проекты, и мы готовы подводить коммуникации, строить дороги и помогать предпринимателям развитию их бизнеса. Конечно же, выигрыши будут горожане, потому что здесь будут рабочие места, будут платиться налоги. И, конечно же, территория, которая на данный момент не совсем ухоженная, конечно же, тоже со временем будет предусмотрена для успешного ведения бизнеса. Выездное заседание продолжилось в промзоне Черепова, которое в последние годы также стремительно развивается и вызывает все больше интереса со стороны предпринимателей. Здесь основной темой обсуждения стало здание бывшего мебельного комбината, расположенное по улице Сиглда 6Б. Владелец хочет безвозмездно передать его самоуправлению, так как восстановлению постройка не подлежит, ее можно было бы снести, а на освободившейся территории построить производственные помещения и посредством аукциона сдать их в аренду предпринимателям. По тому же принципу, как в прошлом году предприятию Sea Axon Cable для расширения производства было передано здание на улице Менделеева 5А. Интерес к возможности аренды таких помещений уже официально проявил несколько предпринимателей. Однако, воплощение этой идеи в жизнь требует значительных средств, поэтому вопрос будут изучать крайне внимательно. По предварительным данным, снос этого здания стоил бы 250 тысяч почти, то есть это огромная сумма. А потом предприниматели готовы принять участие в аукционе. Если самоуправление здесь построит здание стоимостью около 800 тысяч, это огромная сумма, и депутаты будут решать, насколько мы готовы в ближайшее время инвестировать. Но, тем не менее, или сейчас, или через некоторое время, в любом случае, с этими деградированными зданиями что-то надо делать. И самоуправление готово всегда поддержать предпринимателей, но мы тоже должны подходить к этому очень рационально и взвешивать возможности, которые у нас существуют, и используя европейские фонды, и городские средства. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.